На портал XGED поступил вопрос, в чём разница между духовностью и нравственностью? Ну, в какой-то смысле никакой разницы нет. Для человека духовного разницы нет. Человека нравственного есть. Потому что нравственность вытекает из духовности. Какого бога ты веришь, такая у тебя нравственность. Веришь ты там, как и древние римляне Марса, или викинги Водина. Ну, и у тебя-то, соответственно, духовность. Ты там мечтаешь умереть с мечом в руках, побив масса врагов. Притом не то, что по защите Родины, а просто врагов. Пусть даже ты сам напал на этот город, если грабишь его. Поэтому вот для меня, с точки зрения человека, который верит в бога, изменяется в духовной жизни, нравственность – это как бы то же самое, что в духовности. Но есть люди, которые, знаете, почему здесь бог? Есть же этика. Есть же этика. Вот я нравственный человек. Я в бога не верю, но я не буду там врать, я не буду там убивать ради наживы, например. Я не буду там ещё что-то делать. Но я человек нравственный. Я человек неверующий, но нравственный. Ну, давайте посмотрим. У нас сейчас богатый опыт человеческой цивилизации, прежде всего западной цивилизации, европейской точнее. Вот нравственность сейчас и сто лет назад. Ну, или там сто пятьдесят-то восьмом даже. Она очень разная. Очень разная. Особенно за последние тридцать-сорок лет. Сейчас такой тренд идёт нравственный, если так можно выразиться, на самом деле ЛГБТ-культура, трансгендеры и так далее. И ещё в тридцатых годах, вот там лет девяносто назад, то же самое Америке, за это были уголовные статьи. Вообще за однополую связи почти во всех европейских странах, там сто-сто тридцать лет назад, это было уголовное преступление. Даже не просто было нравственно порицаемое, а это было уголовное преступление, которое могли, ну, какие-то даже в тюрьмы посадить. А сейчас всё по-другому. Возьмём целомудрие, мужское и женское, особенно, когда оказывается женским. Тоже небо и земля. Что было в той же самой Америке, там, в двадцать-тридцатых годах. Я говорю, там какие-нибудь притоны в Нью-Йорке, да, а вот, так сказать, ну, среди населения. И что сейчас, после вот этой сексуальной революции шестьдесятых годов и так далее. Ну, вот, разные отношения. Когда женщина была целомудренной, это была необходимейшая добродитель для девушки. Если у неё её не было, её замуж просто никто не возьмёт. Ну, в таких простых общинах, там, типа, каких-то деревенских, там, где-то в определённых местах, вообще даже простынь вывешивали после первой брачной ночи, штаном кровавого пятна. То, что вот она была действительной. Ну, это такое немножко грубое, конечно, доказательство, но вот, тем не менее. Так вот, а сейчас, я бы сказал, наоборот, может быть, сейчас наоборот, хвастаюсь сколько там был любовник, любовница, если это не так, то как-то уже даже неудобно. Ну, у некоторых людей, у всех слабок. Вот, тем не менее. То есть, видите, нравственность, она очень сильно зависит от того, в чего ты веришь или в кого ты веришь. Пока люди верили в Бога, у них была христианская нравственность. Когда они от веры в Бога отказались, у них, ну, можно назвать это языческой нравственностью. И то, что в христианстве считалось нравственностью, сейчас уже безнравственность. Ну, и сейчас вот уже на уровне, тут, может быть, на портале было бы неприлично говорить в другое время, может быть, ну, не знаю, сколько лет назад, а сейчас, например, педофилию проводят уже как норму жизни на государственном уровне. Министры вступают, доклады ООН, ну и так далее. И вот мне, человеку, которому 56 лет, это кажется абсолютно диким. И сейчас во многих большинстве, на многих странах, педофилия, это уголовное преступление. Но, судя по всему, во этих многих странах, европейских, эта уголовная статья будет снята, и это всё будет разрешено через какое-то время, если будет идти так же, как сейчас идёт, да, по тому же пути. понимаете, вот что значит рабственность в отрыве от духовной жизни. У неё нет никакого основания. Она его теряет, она перестаёт понимать, где добро и зло. Бог, человек, который отпадает от веры в Бога, от связи с Богом, потому что вера не просто некоторая, вот вера в некую теорию, а живой связи с Богом, он теряет ориентировку среди добра и зла, где добро, где зло. Он на добро начинает думать, что зло, на зло думает, что добро, прямо как эти ведьмы у Шекспира, одно из его произведений. Добро и зло, а зло и добро. Вот он 500 лет назад это сказал, вот так оно получается, это сатанизм. Сатанизм. Поэтому, чтобы вот этого не было, надо иметь для нравственности оснований. А я, значит, вот я преподавал как-то следователям, ну, в будущем. Я говорю, ребята, а скажите, вот убедите меня, что воровать нельзя. Вот вы следователь, да? Он говорит, ну, батюшка, тебя посадят. Ну, если я попадусь, если не попадусь. А если я успею наворовать 2-3 миллиарда долларов, меня посадят? Нет, меня не посадят. Вы передо мной с мигарками есть будете. Это известно, что это даже в классике, в литературе есть, что своровал там 100 долларов, тюрьма, своровал 100 миллионов, уважаемый человек. поэтому это факт жизненный, это мы все знаем. Я тут ничего такого особо не говорю. Вот, понимаете, то есть, а с другом стороны, безнравственности все, гусарство разваливается, семьи разваливаются, что мы, кстати, наблюдаем сейчас. А почему разваливается? Потому что нет духовности, поэтому без веры в Бога все разваливается. Воруй, грабь, никого, деколога, здесь здесь заповеди. Какие здесь заповеди? Какие заповеди, если Бога нету? Все можно. Льви Васька, Бога нет. А это страшное общество. Это фактически постихоньку приходит ад. Потому что люди безравственные, бездуховные. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok